Вероятно, в этот самый момент человек на велосипеде понял, что допустил большую ошибку. Через мгновение его сокрушат в снежной битве. Но прежде чем это произойдет, давайте перемотаем пленку назад и рассмотрим нападавших персонажей. Филуэт в черном, длинном плаще и шляпе. Дементор, черный человек, темная сущность, хранитель астрала, блэк хат. Это шляпник. Он выглядит очень важным. Но, видимо, сам он к себе в эту минуту серьезно не относится. Соединяя своего внутреннего ребенка со своим внутренним существом, ему действительно сейчас просто весело. Есть мужчина с большими усами. Усами он мог заниматься часами. Он мыл их, чесал, завивал их в колечки и гладил, утюг нагревая на печке. В снежной битве принимают участие несколько настоящих детей и группа женщин в нижних юбках. Теперь внимательно посмотрите на этого персонажа. Это так называемый застрельщик. Он выждал время, чтобы нанести сильнейший удар по нашему велосипедисту. Мокрый комок снега со свистом попадает ему в шею. Шляпа взлетает в воздух. И бездыханное тело нашего героя падает в глубокий нокаут лицом в белый канвас. У группы теперь есть общий враг. Они немедленно окружают свою жертву и просто уничтожают ее. Один мужчина пытается украсть велосипед. Однако у него ничего не выходит. Но наш герой не сдается. Он поднимается, забирает велосипед и возвращается туда, откуда пришел. Возможно, он поехал за подмогой. А может, чтобы просто переодеться в сухую одежду и продолжить бой. В любом случае, он оставляет свою шляпу на поле боя и обязательно вскоре за ней вернется. Снежный бой в 1896 году. Леон, Франция, Луи Люмьер. Замечательный фильм «Длиноя в 49 секунд» сумел передать целостный сюжет и веселую атмосферу игры и беззаботности. Всякий раз, когда я его вижу, мне хочется пересматривать его снова и снова. Эти люди находятся от нас на расстоянии в 127 лет. Но благодаря этому фильму появляются ощущения дисторсии времени, искажения восприятия прошлого и будущего. Давайте копнем немного глубже и посмотрим, как и где появился этот фильм и почему это так важно для наших современников. Снежная битва была снята Агюстом и Луисом Люмьерами, двумя братьями которых называют отцами кино. В 1892 году Луи и Агюст Люмьеры взялись за разработку аппарата, который мог бы воссоздавать движущиеся картины. Они запатентовали несколько важных процессов, в том числе и пленочную перфорацию, используемую для транспортировки и выдерживания пленки. Они сняли серию известных короткометражных фильмов, чтобы продемонстрировать свою новую технологию. Фильм «Игра в снежки» или как мы его называем «Битва снежками» была снята на улицах Леона. Прямо здесь. Улица, конечно, сегодня выглядит совершенно по-другому, но мы попробуем разобраться. Посмотрим пару вещей, которые сохранились. Например, вот эту стену. И вот это здание, если мы обернемся, то обнаружим Институт Люмьера. И это не совпадение, потому что именно на том же самом месте у братьев-лимьеров была фабрика, где они производили свои фотопластинки. Это и есть то самое место сегодня. И так оно выглядело в 1920 году. А это то самое место, где годом ранее братья-лимьеры сняли свой самый первый фильм. Рабочие покидают фабрику. В этом фильме было показано, как рабочие после трудовой смены расходятся по домам. Тогда он открывал знаменитый первый платный киносеанс в Париже, в подвале Гран-Кафе, на бульваре Капуцинок и произвел огромный фурор на местную публику. Фильм «Рабочие покидают фабрику» был снят в весенний день, а следующей зимой фильм «Игра в снежки» был снят прямо здесь. Мы не можем сказать это наверняка, но есть вероятность, что люди в битве с снежками. Как и рабочие покидают фабрику, всего лишь обычные работники фабрики, которых начальство вызвало на улицу в снежный день, чтобы братья Люмьер смогли снять свой новый фильм. После того, как вышел фильм «Политый поливальщик», братья хорошо поняли, что фильм, имеющий сюжетную линию, набирает больше успех, чем без него. Наш герой-велосипедист, скорее всего, является фабричным рабочим и помещен в сцену, чтобы добавить немного истории и драмы. Когда-то давным-давно жил-был человек на велосипеде, пока внезапно он не попал в передрягу со снежками. Он получил несколько ударов судьбы, но ускользнул и живет теперь долго и счастливо. В этом и есть глубочайшая суть этой истории. Эти кадры, где молодые и пожилые люди из разных социальных классов и интересов веселятся вместе, успокаивают. Нам известно, что «Битва снежками», так же, как и фильм «Политый поливальщик», был полной инсценировкой. Тем не менее, эти действия выглядят действительно стихийно, потому что радость на лицах людей, без сомнения, настоящая. Магия этого кино состоит еще в том, что показывает нам, как взрослым на протяжении веков нравилось вести себя, как дети, и это обнадеживает. Фильм, который мы все это время смотрели, на самом деле не оригинальное видео. И он ощущается совершенно по-другому, если смотреть его оригинальный исходник. На исходном материале очень много шумов и зернистости в кадре, что не позволяет полностью погрузиться в атмосферу прошлых лет. Фильм был восстановлен благодаря нашему земляку, петербуржцу Дмитрию Бадину. Он использовал комбинацию открытого программного обеспечения Диолдафа и своих собственных специально разработанных алгоритмов для масштабирования и раскрашивания исторических кадров. Видео зимнего времяпрепровождения невероятно четкое, раскрывающее черты лица и детали одежды. Благодаря этому, фильм «Битва снежками» в значительной части стал искусственным. Но, честно говоря, и оригинальный фильм был тоже искусственным. С другой стороны, теперь большая часть этого фильма является фальшивкой и все же по иронии судьбы, версия которой нарисована искусственным интеллектом для нашего мозга является ближе, чем та, что снята оригинальным кинематографом. Точно так же на наш мозг влияют и фейковые новости. Эти вещи очень опасны, так как могут манипулировать и нашим сознанием, и сознанием большого количества людей на планете. Однако в нашем случае это не имеет никакого значения. Потому что «Битва снежками» — это все го лишь маленькая история, снятая братьями Лемьер на пленку, которая переносит нас настоящих в другое время и место, заставляя забыть о наших насущих проблемах и о том, что мы взрослые, делая нас детьми. Друзья, если вы еще не смотрели нашу большую работу про появление чая в нашей стране, очень рекомендуем. Также, по-прежнему в небе загорается еще одна звезда, когда вы на нас подписываетесь. Спасибо, что делитесь нашими видео с вашими друзьями, мы это очень ценим.